Кирилл Бурьян студент одного из иркутских вузов. Чтобы реализовать свое право на жилье, прошел огонь, воду и медные трубы. Встав в очередь и оказавшись в списке, где количество желающих уже перевалило за сотню, он обратился в суд и выиграл разбирательство. Собственного жилья, однокомнатной квартиры в 84-м квартале парню пришлось ждать около полутора лет. Все было только с трудом. Только с упорством, только добиваться цели всегда очень тяжело. Тем более, никто не настроен, ничего быстро не происходило. Все только через кропотливую работу. У нас сегодня приятная миссия – вручить вам ключи от того дома, где вы будете проживать. К сожалению, очень трудно вам удалось получение этого жилья. Я представляю, сколько вы пережили душевных страданий от того, что не все так быстро и ладно получается. На приобретение квартир для детей-сирот из бюджета района было выделено чуть более 7 миллионов рублей. Еще 5 по обращению руководства ОМО поступило из области. Чтобы успеть помочь реализовать права на квадратные метры детям, оставшимся без попечения родителей, до новогодних праздников, администрации района были приложены все возможные усилия. С наступлением 2013-го полномочия муниципалитета в этом направлении истекли. В соответствии с новым законом они уже переданы Министерству социального развития, опеки и попечительства. Сегодня еще будет предоставлена квартира мальчику Тирске Кириллу. У него уже есть дочка. Дочке там 3 годика. Это только радует. Кстати, в этом доме, в 277-м квартале мы уже предоставляли двум сиротам квартиры. Это была Сергеева, Женя, если вы помните, и Малянова, Даша. Это было в прошлом году. В 2012 году администрации ОМО было приобретено 11 квартир для детей-сирот. И столько же в течение двух предыдущих лет. Девять ангарчан уже справили новоселье. Еще троим ключи будут вручены в январе. В помещениях сейчас заканчиваются последние косметические и строительные работы. Ольга Дерибера, Михаил Трышкин. Местное время.